Всем привет, друзья! Сегодня я хотел вам показать квартиру, которую мы сделали специально для показа нашим заказчикам. Эта квартира показательная, полностью работа всех наших специалистов. Квартира 58 квадратных метров, высота потолков 3 метра и полностью наполнение всеми столярными изделиями, отделочными материалами, подобранными нашими специалистами. Сегодня мы вам покажем обзор Евро-двушки ЖК Левел. Эту квартиру мы сделали абсолютно под ключ, начиная от подготовки основания, возведения стен, коммуникаций и полностью завершения наполнения мебели. Очень практично и удобно сделали напольное покрытие. Есть зона плитки, это входная группа и зона готовки. Все остальное помещение, вся остальная квартира сделана из массива дуба. То есть все переходы полностью соединения сделали с четким запилом и везде не нужен теплый пол. Сам паркет он по себе теплый, приятно по нему ходить и придает уют данному помещению. Обращаем внимание на кухню. Изготовлена зона готовки, уборки и также сделана барная стойка. То есть если пришла небольшая компания, можно здесь сделать какой-нибудь фуршетик и выпить хорошего вина. Кухня вся сделана в эмале, в эмале, с искусственным камнем. Здесь сделали фасады в цвет подходящий и форму подходящего холодильника и духового шкафа. И здесь очень удобно проводить время. Большое внимание уделили освещению. Здесь очень много подсветки. Индивидуальной, так над барной стойкой, комплексной. За шторами сделана подсветка. Обязательно свет всегда придает индивидуальность помещению и можно им обыгрывать любой интерьер. Но для того, чтобы было бы удобно смотреть вот такой вот широкий, огромный телевизор, сюда приобрели диван Милоки. Обалденный диванчик. Просто кайф. Можно смотреть и кайфовать все время провождения, просматривая ТВ. Оригинальное решение было сделано во главе с начальником стройки. Решили сделать подоконники в цвет дерева, но не хотели деревянные. Взяли обрезки широкоформатного керамогранита и вырезали вот такие вот красивые подоконники. И обрамили их современной такой алюминиевой анодированной вставкой. И получился классный подоконник, практичный и долговечный. При свободной планировке нужно было разделить на две зоны. Зона готовки и такого провождения тусовок для молодой семьи и зона отдыха. Зону отдыха продумали. В данном случае сделали спальную зону с гардеробной комнатой. Индивидуальная гардеробная для спальной зоны. А также оставили место для будущего малыша. Наверняка будет еще семейка пополняться детьми. Поэтому здесь может расположиться кроватка для ребенка. Вот такая удобная спальная комната и просторная получилась с видом на Москва-реку. Еще один лайфхак от Григория. Смотрите как исполнен радиатор. Просто. Взяли утопили стандартный радиатор и из алюминиевого профиля заподлицо сделали вот такую вот решетку. Решетка слегка нагревается от радиатора. Поэтому тепло передается в дом, но и современно выглядит. Стоит в принципе копейки. Небольшие пространства всегда увеличивают все предметы интерьера. Мебель высокая и двери. В данном случае здесь сделали высокие двери. 2,40. С широкими наличниками. И вся эта белая эмалевая дверь переходит в высокие плинтуса. Все это красиво переходит и сочетается с классическим дубовым паркетом. Опытные строители делали данную квартиру. Можно сказать, они делали для своих родных и близких. И везде использовали керамику. Все перегородки сделаны из керамического кирпича, что добавляет дополнительной шумоизоляции. Поэтому обращайте внимание, когда сделаете перегородки. Всегда увеличивая пространство, мы исполняем вот такие вот зеркала. Как правило, их делаем максимально высокими. Или же делаем в потолок, или на уровень какой-либо мебели. В данном случае это была высота, придумана за счет дверного полотна. Чтобы объем помещения, когда мы стоим в кухонной зоне, у нас увеличивался. Отдельный респект вообще плиточнику. Плиточник у нас ювелир, поэтому, сделав вот такой вот светлый красивый санузел, обращаем всегда внимание на стыки. Затирочка везде двухкомпонентная, то есть прям красота. Качественная работа. Везде доказывает, что у нас лучшие специалисты в своей сфере. Вот такой вот классный ремонт получился для молодой семьи. Если вам интересно, сколько стоит такой ремонт, и как сделать такую красивую квартиру, пишите комментарии, подписывайтесь, переходите к нам на сайт. Мы будем рады ответить вашим вопросам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!